В 2013 году заметно выросла социально-экономическая привлекательность Кубани. В предолимпийский год значительно увеличилось число гостей, трудовых мигрантов и новых жителей края. Анапа не стала исключением. За 2013 год нами было зарегистрировано по месту жительства более 14 тысяч граждан Российской Федерации. Можно сказать, что каждый четвертый из этих людей, около 4 тысяч, это новые жители города-курорта Анапа, которые прибыли к нам в новостройки Анапские и за пределы Краснодарского края. Это в основном Тюменская область, Хабаровский, Красноярский край и город Москва, Санкт-Петербург. Специалисты миграционной службы провели серьезную работу по документации. Постановка на учет, регистрация, выдача патентов и разрешение на работу, паспортизация граждан России. В 2013 году россияне получили более 9 тысяч внутренних паспортов и оформили 9 тысяч заграничных. В прошлом году в Анапе побывали на разных условиях более 30 тысяч иностранцев и все прошли регистрацию в миграционной службе. На сегодняшний день единовременно на территории города-курорта находятся около 3 тысяч иностранных граждан. Это где-то полторы тысячи человек, проживающих по видам на жительство, около 500 человек по частным делам и около тысячи трудовых мигрантов. Особое внимание в 2013 и в этом году продолжается работа по пресечению нарушений среди иностранных гостей курорта. Специалисты миграционной службы проводят совместные с полицией, казаками, представителями администрации рейды и профилактические проверки. Выявляют нарушения и нарушителей. За 2013 год отделом было составлено 2600 административных материалов за возможные нарушения в данной сфере. Наложено штрафных санкций на общую сумму более 7 миллионов рублей. 250 основных злостных нарушителей миграционного законодательства были выдворены за пределы Российской Федерации. За нарушения поплатились нелегальные работники, работодатели, физические, юридические и должностные лица. Серьезная работа привела к серьезным результатам. На сегодняшний день у нас очень серьезная намечается тенденция к снижению нелегальной, в первую очередь, трудовой миграции. Снижение соответствующих нарушений в этой сфере. Но я думаю, что данная работа будет также продолжаться, особенно в ближайшее время, более того, на период Олимпийских игр. И поэтому не советую никому нарушать соответствующее законодательство. Такая работа требует постоянного внимания и контроля. В целях безопасности и соблюдения законов, регулирующих миграционные процессы, специалисты миграционной службы продолжат работу на таком же высоком уровне и в новом, 2014 году. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа. Регион.